Привет, друзья! Сегодня давайте поговорим про гурами. Какие виды этих рыбок содержат в аквариумах? Среди них есть как совсем мелкие, так и просто гиганты, которых можно содержать только в достаточно больших аквариумах. Кстати, если вы еще не подписались на канал, обязательно подпишитесь. На некоторые из ниже перечисленных гурами уже есть подробное видео на канале, а на остальных планируется, поэтому подпишитесь, чтобы его не пропустить. Аквариумистам гурами нравится за свой интересный внешний вид, прикольное поведение, способ размножения и неприхотливость, что не говорит о том, что их можно содержать в полнейшем болоте. Главные особенности строения тела гурами – это длинные брюшные плавнички, похожие на нити и лабиринтовый аппарат, при помощи которого гурами дышат атмосферным воздухом. Видимо, поэтому на острове Ява эту рыбку и прозвали «рыбка, высовывающая нос из воды». Так с яванского переводится слово «гурами». А своими длинными нитчатыми плавничками, похожими на усики, эти любопытные рыбки постоянно ощупывают окружающие предметы, особенно что-то новенькое. Также эти своеобразные щупальца помогают гурами ориентироваться в мутной воде, которые они обычно и живут в природе. Особенность размножения заключается в гнезде из пены, которые рыбки строят в укромном месте. В пену они откладывают икру, тем самым сохраняя ее. Самца от самки у большинства гурами отличить несложно. У самцов спиной плавник острее, у самочки круглее. А родом все гурами из водоемов Юго-Восточной Азии. Довольно широко распространены и вымирать не собираются. Некоторые из них даже являются промысловыми рыбами и их также содержат в аквариумах. Так с каких же гурами начнем? А давайте начнем с гурами малышки. Гурами карликовой. Родом это добрая мелочь с юго-запада Азии. По размерам это реально мелкая рыбка. Вырастает в среднем до 4 сантиметров. Идеально для маленького аквариума. По красу выглядит вполне презентабельно, сами видите. По форме тело похоже на петушка, но только по внешнему виду. Характер совсем другой. Карликовой гурами рыбка очень мирная и немного пугливая. К условиям содержания не особо прихотлива. На канале есть видео про эту рыбку, можете посмотреть. Тут только скажу, что содержать лучше в стае от 5 рыбок. Следующий гурами это лунный гурами. Родом это лунная прелесть из Юго-Восточной Азии. Но родины и места обитания этой рыбки не ограничились. И она, благодаря аквариумистам, их беспечности, обжилась в Южной Америке. Вырасти может до 18 сантиметров. Строением тела гурами как гурами. А вот расцветка суперская. Тело голубоватое с серебристым блеском. Плюс к этому прекрасные оранжевые нить у самцов. По характеру рыбка не особо мирная и может задирать соседей. Дальше у нас в очереди голубой, пятнистый или суматранский гурами. Родом эта рыбка из той же родимой Азии, подарившей нам множество красивых рыбешек. Вырастает в среднем до 12 сантиметров. Окрас голубой с темными пятнами. Любопытная мордочка и длинные плавники-усики. Все на месте, как и положено. К условиям содержания довольно неприхотливо. Есть видео на канале с подробным описанием содержания этой рыбки. По характеру эта рыбешка, как и ее цветовые разновидности, обычно мирные, но только в молодом возрасте. Становясь старше, гурами голубой может стать довольно вредным. При этом это относится как к самкам, так и к самцам. Особенно, если они содержатся в одиночку. Мраморный гурами. И это цветовая разновидность предыдущего гурами, выведенная селекционерами. Окрас тела голубой с темно-синими пятнами неправильной формы, действительно похожими на мраморный узор. Условия содержания такие же, как и у голубого. Золотой гурами. Еще одна цветовая разновидность пятнистого гурами. Также выведенная селекционерами и в природе не встречается. Вырастает до таких же размеров, как и пятнистый, и по условиям содержания и характеру ничем от него не отличается. Платиновый гурами. Очередная, очень привлекательная цветовая разновидность голубого гурами, выведенная искусственно. В природе, естественно, их нет. Расцветка белая с желтоватым и серебристым отливом. Перепутать с лунным гурами невозможно из-за наличия пятен на теле и плавничках, доставшихся по наследству от предков. Пятна, конечно, не темные, просто отличаются от цвета тела оттенком. По условиям содержания ничем от предка не отличается. На очереди гиганты. После них опять рассмотрим гурами, более приближенные к обычным аквариумам. Гигантские гурами. Очень большая промысловая рыба, вырастающая в среднем до 70 сантиметров. В аквариумах, конечно, помельче будет, но все равно эта рыба не для всех. Окрас ничем особенным не выделяется. Характер может меняться с возрастом. Чем они старше, тем обычно спокойнее. Это, конечно, не означает, что их можно содержать с мелочью. Содержать можно как в одиночку, так и парой. К условиям содержания неприхотливы, лишь бы объем аквариума был достаточным. Далее у нас гигантский краснохвостый гурами. Эта рыба, рыбкой как-то не хочется ее называть, также гигант среди гурами. В аквариумах обычно вырастает до 50 сантиметров. В природе покрупнее будет. Там это также промысловая рыба. Размером схожа с предыдущими гурами, а вот окрасом эта рыба заметно отличается в сторону большей привлекательности. Посмотрите только на их красивые красные плавники. Опять же, эта рыба не для всех аквариумистов, а только для тех, кто может предоставить большую жилплощадь. К остальным условиям содержания эта рыба неприхотлива. А теперь вернемся к рыбам, более подходящим для большинства аквариумов. Ворчащий гурами. Этот гурами родом из Индии. Похож на карликового гурами, только размер покрупнее. Вырастает в среднем до 8 сантиметров. Главная особенность этой рыбки – это ее некоторая болтливость. Она издает звуки, похожие на кваканье лягушки. Квакает в основном в сумерках. Зачем она это делает, точно неизвестно. К условиям содержания особых претензий не предъявляет. К тому же, ворчащий гурами рыбка мирная, никого не трогает, а значит, это замечательный кандидат для заселения в аквариум новичка. Теперь перейдем к, наверное, самому красивому гурами из всех. Это жемчужный гурами. Не знаю ни одного человека, которому бы эта рыбка не понравилась. Это реально королева аквариума. И опять эту рыбку нам подарила Юго-Восточная Азия. Окрас этой рыбки замечательен своими мелкими жемчужными пятнышками, разбросанными по всему телу. Темная полоска, проходящая через все тело, также к месту. Она идеально дополняет окрас. Рыбка достаточно неприхотлива в содержании и мирная по характеру. Задиристые закидоны среди них редко встречаются. Содержать лучше парой или группой. Далее у нас на очереди гурами медовый. Рыбка некрупная, вырастает в среднем до 6 см. Окрас изумительный, особенно у самцов. При этом необходимо помнить, что нормальный окрас проявляется с возрастом. Молодые медовые гурами не такие привлекательные, как взрослые. Также и в стрессовом состоянии окрас обычно изменяется в худшую сторону. Имейте это в виду при покупке. К условиям содержания нетребовательные, по характеру очень мирные и даже немного стеснительные. Могут даже из-за этого остаться голодными, живя в общем аквариуме с более шустрыми рыбками. А теперь у нас выплывает на обзор целующиеся гурами, с немного перекачанными губами, как у современных неестественных красоток. Только для этих гурами это вполне естественно. Эти рыбки полюбились аквариумистам за свою интересную особенность поведения. При встрече со своими родственниками они целуют друг друга в губы. Вот такие они любвеобильные. Хотя, конечно, пока непонятно, зачем они это делают. Но большие губы им нужны не только для поцелуев. Их гурами используют для соскабливания водорослей с различных поверхностей. В этом помогают острые зубки, расположенные на губах. К условиям содержания не очень прихотливы. Вырастают в среднем до 15 сантиметров. По характеру немного вредноваты. Тех рыбок, которые мельче них по размеру, могут гонять и щипать. Далее гурами шоколадный. Весьма привлекательная по окрасу рыбка, вырастающая в среднем до 8 сантиметров. К условиям содержания неприхотлива. Главная их придирка – это жесткость воды. Желательно, чтобы вода была мягкой до 5-6. К соседям миролюбивым. Змеиный гурами. Весьма интересная рыбка со скромным окрасом, напоминающим змеиную кожу. Родом также из Юго-Восточной Азии. Рыбка достаточно крупная, может вырасти до 20 сантиметров. При этом отличается мирным нравом. К условиям содержания не сильно привередливая. Гурами оцеллатус, или глазчатый гурами, или карликовый шоколадный гурами. Родом рыбка оттуда, откуда и все предыдущие. Рыбка идеальна для маленького аквариума, так как вырастает в среднем до 3-4 сантиметров. Внешний вид достаточно привлекателен. Особенно мне нравится своеобразный глаз, хорошо заметный на многих экземплярах оцеллатуса. К условиям содержания этот малыш неприхотлив и по характеру вообще не вредный. Можно содержать любыми не слишком крупными рыбками. Содержать можно как в одиночку, так и группой. Лучше конечно группой, так им спокойнее живется. А закончим давайте еще одним очень красивым гурами. Это гурами Вейланта. Согласитесь, выглядит рыбка весьма привлекательно. Одни только красные полоски чего стоят. Такая прелесть, способную красить любой аквариум. Родом конечно же из Юго-Восточной Азии. Вырастают в среднем до 5-6 сантиметров и обладают мирным характером. Особой вредности за ними не замечено. К условиям содержания главная претензия это жесткость воды. А она, как и у шоколадных гурами, должна быть мягкой. Поэтому для начинающих аквариумистов эта прелесть не особо подходит. На этом про гурами все. Это конечно не все гурами, которые содержатся в аквариуме. Если кого-то забыл, напомните в комментариях. Здоровья вам и вашим питомцам. Пока!